сегодня прямо очень классная зачетная новости из мира науки появился материал сейчас это прям стоит зачитать и дальше прокомментировать заголовок 5 сила создает во вселенной невидимые стены главное о новой теории физиков ученые предложили новую теорию чтобы объяснить странное расположение галактик спутников млечного пути вселенная представляет собой сложное образование полное неизвестных составляющих последнее нас наблюдение астрофизиков показывает что маленькие галактики могут быть распределены вокруг родительских галактик случайном порядке новые данные однако показывают что эти меньшие галактики образуют тонкие диски вокруг своих хозяев это сбивает с толку ученых данные противоречат предыдущим моделям физики в чем проблема маленькие галактики которые находятся под гравитационным влиянием своих крупных хозяев размещаются в тонких дисках вокруг родителей почти как кольца вокруг сатурна проблема в том что стандартная теория также известна как модель лямбда предполагает что они должны распределяться на хаотических орбитах вокруг своих хозяев и вот почему согласно этой современной стандартной модели пространство плоская вселенная заполнена космологической постоянной холодной темной материи и обычной материи из которой состоит все что мы знаем и видим согласно ей галактики меньшего размера могут размера будут подвергаться гравитационному притяжению своих крупных хозяев а значит двигаться по хаотическим орбитам ученые уже наблюдали галактики спутники на синхронизированных орбитах вокруг млечного пути а также у ближайших соседей галактики андромеды и центавр а в итоге теория не соответствует наблюдениям создание невидимых стен чтобы разобраться в вопросе два исследователя из нотингемского университета выделили выдвинули интересную теорию они шнайк и клей беридж считают что галактики находятся под влиянием невидимых доменных стен их создают гипотетические частицы известны как симметроны особенностью это гипотетических частиц в том что они могут существовать в группах с разными полярными состояниями это и приводит к образованию границ космосе они свою очередь могут заставить меньшие галактики формировать диски вокруг гораздо более крупных галактик хозяев по сути симметроны создают так называемую пятую силу которая может быть ответственно за упорядоченное расположение галактик спутников вокруг своих хозяев новая физика нам нужны новые частицы у нас есть темная материя темная энергия и требуется добавить что-то в нашу стандартную модель чтобы объяснить то что не вписывается в модель объясняет а не шнаг научный сотрудник университета нотингема и ведущий автор исследования интервью вайс может ли теория ученых подтвердиться необходимо проделать большую работу прежде чем работу можно будет считать окончательной однако она сама по себе открывает двери для некоторых интересных теорий в любом случае если модель вселенной с невидимыми стенами пятой силой и симметронами подтвердится это может переписать законы астрофизики зачет теперь давайте расскажем что произошло вот представьте на одну ошибку наложилась вторая ошибка 3 4 5 и так далее если вы пошли в лес не в том направлении дату переобувайте вы кроссовки снимайте рюкзак вставайте на лыжи что угодно делайте хоть как исправляйте ситуацию вы пошли не в том направлении пока вы не развернетесь не вернетесь точку отсчета и не начнете идти в нужном направлении все это просто пустые метания вот примерно это и происходит есть стандартная модель которая не описывает наш мир как вся физика вся астрофизика это полное вранье ошибка случилась на уровне дебатов еще времен ньютона и ломоносова фундаментальном гравитационном взаимодействии вот две версии когда вселенная работает на прямом притяжении тогда все обваливается в точку да она не может нашем виде существовать не сходится вселенной не сходится галактики и пункт 2 вселенная работает на комплексном приталкивании то есть изначальная сила отталкивания создает вселенной приталкивание и уже яблоко падает на землю в результате приталкивания это научный факт так вот если вы пошли по версии прямого притяжения у вас не сходится ничто и вы можете только затыкать дыры этой концепции темной материи это вранье это безграмотность и лженаука темная энергия это вранье безграмотность и лженаука черные дыры в центре галактик это вранье безграмотность и лженаука если им даже этого не хватает все равно вселенная не получается по их схеме не получил каждый наблюдаемый факт свидетельствует об обратном. Даже расположение галактик в этом массиве, в этой взвесе вселенской галактик, в этом ковре в кавычках галактик, не соответствует вашей теории. И вам приходится уже дикие вещи, уже стены вам приходится ставить для того, чтобы как-то это что-то объяснять. То есть, это движение одно к таинствам маразма. Все товарищи, которые занимаются в астрофизике, неважно, сейчас они с новой теорией, они ее примут, эту теорию. Они разобьют, и они будут считать ее доказанно, будут обманывать детишек, говорить, что это самое умное, что есть в стандартной модели. На самом деле, это вранье на предыдущих слоях вранья. То есть, все ученые, которые вам рассказывают про темную материю, темную энергию, стены, вот эти суперчастицы. Все, это обыкновенные шарлатаны, которые не понимают, что происходит, которые просто запутались. Которые даже не могут мыслить в этом во всем, они просто повторяют сказку. Вот им пришлют новую версию, обновленную версию сказки, в которой теперь есть еще стены космические. и они будут исследовать вот такие вот дела. Единственный на этой планете источник достоверной информации о космосе, о фундаментальной физике, это канал научный трибунал. Телеканал научный трибунал, мы единственные, кто говорит правду. Вот на всей планете, да, в нашей стране мы единственные, в мире, в англоязычном, там, в тюркоязычном, на всей планете, на земном шарике и мы единственный канал. И вокруг нас собралась уже солидная группа здравомыслящих людей, которые это понимают, которые знакомы с материалом. Поэтому, ребятушки, телеканал научный трибунал, присоединяйтесь, ставьте лайки, разносите наше видео по интернету, это нужно для продвижения нашего материала, для развития разумной цивилизации. У нас цивилизация шла вверх, с этими товарищами она пошла под откос, надо это исправить положение, потому что интеллектуальный тупик, мы скатываемся в интеллектуальный тупик, подключайтесь, подключайтесь, разносим информацию, что-то делаем, иначе мы уже достигнем все-таки маразма, наше развитие в конечном итоге очень будет с большим скрипом идти. С вами был Виктор Котечек, Научный Трибунал, ссылки под видео. Котечек, 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 21 век, очень неплохо, все советко тупчится, Котечек, 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 формула так как разное вещи, разные слова, Продолжение следует... 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 Продолжение следует...